Господа, тем временем вечереет морозец, самое время записать видосик для второго канала, чтобы вы понимали мою любовь не иначе ко всей этой погоде прекрасной. Сегодня хотя бы нет ветра, сегодня можно снимать. И вот именно про то, что можно снимать и как можно себя вести, я решил сегодня записать этот самый видосик. Смотрите, в чем фишка. Вы часто просите, типа, понаваливай в городе, типа, раздай бочком, где жогово парень? А я вам хочу сказать следующую вещь. Вот так вот бывает, раздашь бочком в городе чуть-чуть, а потом заява на тебя в милицию прилетает, и заява прилетает на милицию на много кого. Это понятно, органы разберутся и так далее, но помимо блогеров, сами понимаете, в этом мире инфоповоды нужны еще большому количеству людей. Например, журналистам всяким, телевидению всякому разному. Телевидение, оно же загибается, у него рейтинги все ниже и ниже, ему тоже хочется на чем-то словить хайпа. А на чем словить? Когда происходит что-то интересное со значимой персоной. Ведь сами понимаете, люди сбивают друг друга на машинах или убивают каждый день. А если вдруг кого-то убил депутат, о-о-о-о, куда катится страна, мы по уши в гаване. Несмотря на то, что сегодня еще 20 бухих уродов сбили других ни в чем не повинных людей, но депутат, он же депутат. И примерно так же все это обстоит и с блогерами. То есть если обычный человек встрял или помыл возле озера машину, чего лично я, кстати, никогда не делал, но тем не менее таким образом занимаются мойкой машины в нашей стране огромное количество людей. Но если, не дай бог, я сегодня возьму и помою возле озера машину, или просто проеду по озеру на машине, начнется опять же, у-у-у-у, страна в полном говне, каждый у шлепан норовит проехаться зеленый, сразу возбухает и так далее. Не то, чтобы я и до этого ездил по озерам на машине, не то, чтобы я и до блогерства наваливал в потоке, да не было такого в принципе никогда, я вообще человек по жизни спокойный. Но однако, отвечая на все ваши вопросы, а почему ты так не делаешь, я отвечаю, что просто мне здесь на свободе очень даже, честно говоря, ничего. И пусть на этой свободе у меня не будет столько жогово, как могло быть, но тем не менее это по-прежнему свобода. С другой стороны, даже если, скажем, мы говорим уж не такими сразу прям тезисами, что тебя обязательно посудят, тебя могут просто жестко анально покарать и нанести так называемый, в моем случае, конечно, это звучит смешно, но тем не менее репутационный урон. Проще говоря, никто не должен догадываться о том, что я петух. То есть, если вы в принципе где-то развиваете слишком большую скорость, или ведете себя неприлично, или ездите на джипах через озера, чего уж стоить, то не надо об этом рассказывать на видео. Потому что я вам всем говорил, в каждого из нас в телефоне есть те видосы, которые очень нежелательно отправлять в отдел милиции. Собственно, в моем телефоне видосов тоже таких навалом. Да нет, я тебя расширю, ты дурачок повелся опять. Нет в моем телефоне таких видосов, и не было, честно говоря, никогда. Потому что я их снимаю, показываю корешам, и что? Правильно, я их удаляю. Потому что единственный возможный вариант скрыть от вас, дорогие мои зайчишки, дикообразики и прочая категория животных, нужный секрет, это просто удалить этот секрет физически. Поэтому мне тоже приходят иногда всякие люди и говорят, смотри, что я вчера вытворял. Но показывают они это на телефоне. Из телефона потом это тоже изымается. Понимаете, блогер не может себе позволить того, что большинство из вас себе позволяет в обычной жизни. Вы выезжаете на красный заступлинию, вы поворачиваете налево под знаком, где это запрещено, вы можете выбросить фантик на улицу, куда-то мимо помойки, вы можете оскорбить другого человека в потоке, вы можете даже спровоцировать ДТП, а потом сказать, это был не я, он меня подставил. В случае с блогером такое конкретно не прокатывает. Например, даже в случае с, я знаю, топовыми блогерами в прошлом году, это был случай, один из топовых блогеров попал в ДТП в Петербурге, в котором он, кстати, находился секретно. Вообще, прямо никто не знал, что он в Петербурге, а он умудрился еще и залететь в ДТП, вероятно, нарушая правила дорожного движения. Я не берусь никого не судить, но там есть ситуация и другая. Плюс с ним с блогером, все мы бываем халатны, все мы попадаем в ДТП, там были каски, осаги, это все закрывается. В общем, парень как бы свою вину искупил. Все нормально. Но те люди, которые попали с ним в ДТП, кто в него, собственно, приехал, но поскольку он был неправ, вероятно, ДТП оформили, все разошлись, и все хорошо. Потом они узнали, с кем они попали в ДТП. Опа, бабло. И такие ему звонят и говорят, чувак, а что-то нам так стало плохо. У меня сердце, печень, у меня родственники ушли, у меня вся жизнь пошла по бороде. Давай-ка это нам еще бабла. Ну, слава богу, парень тот не олень, он сказал, чуваки, у меня есть каска, у меня есть осага, обращайтесь куда хотите. Они сказали, мы хотим обращаться к тебе. Нам нужно и каска, и осага, и нам нужно бабло, и бабло. И мы вот так его в карман набили, так и пошли, пошли, пошли. Вот такие вот мы все из себя несчастные люди. Но это, опять же, происходит только тогда, когда человек известен, когда у него гипотетически может быть бабло, когда гипотетически на нем можно словить хайпа. Поэтому блогерам подставляться крайне опасно, понимаете? Даже если ничего из этой ситуации для вас не выйдет плохого, на вас не повесят бабки, на вас не повесят срок, ничего не произойдет. Просто они будут без конца кукарекать о том, что вы беспредельщик, стритрейсер. Сейчас это очень модное слово, потому что телевидение догадалось, что вышел «Форсаж» первая часть. Ну, это же телевидение, вы понимаете? И теперь у них все, кто гоняет на машинах, они стритрейсеры. Ну, простите людей с телевидения, в конце концов, жизнь не без урода. Относитесь к ним спокойно. Пусть они там на своем телевидении пилят свои стритрейсерские, видимо, передачи. Где-то стоишь на светофорчике, вроде уже что-то замигало. Нет, ты выдержишь точно, когда загорится зеленый, и только тогда подъедешь. Понимаете? Нельзя бомбить. Вот к тебе подходит... Вот недавно был один очень мерзкий случай. Парень, если ты это смотришь, я хочу перед тобой извиниться. Но вот тогда прям... Ну, вот это тот редкий случай, когда действительно человек... Подходит ко мне человек со спины, с телефоном и уже с вытянутой рукой, и говорит «Привет». А нормальная ситуация, что нужно сделать? Нужно развернуться, сказать «Привет», пожать ему руку, поблагодарить искренне за то, что человек смотрит, и оказывает мне такое количество внимания, сфотографироваться с ним и отпустить спокойно его дальше довольным. Что делаю я? Я понимаю, что этот человек за последние 10 минут десятый, кто ко мне подошел, льет ливень, я пытаюсь приколхозить чехол на фронтеру, все очень плохо, отвертка не находится, руки обледенели, и я чуваку говорю «Блин, слушай, не лезь под руку». И человек такой так стоял, понимаете, и ушел. И я как бы так вошил, вроде думаю «Ах, все, короче, вот такой вот я, все, не буду ни с кем фототься». А потом еду в машине, и понимаешь, что все-таки я урод. Парень, поэтому если ты это смотришь, я не хотел. Если в следующий раз будешь ко мне подходить, напомни мне про этот случай, обязательно с тобой фото есть. Так вот, блогер не может быть злым. Блогер не может винить всех остальных людей в том, что они его первый раз в жизни увидели. Это до тебя они все долюбливаются раз в минуту, понимаешь? Тебе это все надоело. Но люди-то здесь совершенно ни при чем. Ты сам им показываешь свои видосы, ты сам радуешься этим просмотром, тебе хочется больше лайков, тебе хочется больше популярности, а потом тебе в рук ее бах и не хочется. Братан, так нельзя. Они хотели с тобой сфотаться, они должны с тобой, ты должен с ними сфотаться. Потому что ты, как блогер, все-таки должен. Вот Макс Киселев, он снейлкик, он же, он бомбит, что наоборот блогер никому не должен. Вот не согласен. Вот хрена в ступе, все-таки должен. Потому что YouTube это такая вещь, знаете, некоммерческая. Ты изначально бесплатно, людям даешь бесплатный контент, они его смотрят, там через кривые схемы все это монетизируется, то есть они вроде как тебе ничем и не должны. С другой стороны, миллионы людей тратят огромную часть своего времени для того, чтобы у тебя было лучшее удержание аудитории на видосе. Задумайся об этом. Если эти люди скажут, что он хрена, я не буду с ним ничего заморачиваться, они будут закрывать твой видос через 10 секунд, ты скатишься в дно. Таким образом, ты им вроде как и не должен чисто по закону, но морально уделить им хоть чуть-чуть своего времени взамен на то, что они часами смотрят твои видосы, я считаю вполне логичным. При этом же есть особое дикобразие подразделения, я бы вот так его сказал, или отделения, как уж хотите, которые, вот блин, ты вышел из дома, вот они за тобой как сели хвостом вдвоем, ты идешь в магазин, они идут за тобой, ты ходишь по магазину, они идут за тобой, они все это фотографируют, они все это снимают, они потом это выкладывают вконтакте. Это нормально? Это долбанец, парни, и вы в нем принимаете непосредственное участие. Ты стоишь в трамвае, напротив тебя, напротив тебя, сейчас будет расфокус, но это так выглядит в жизни, напротив тебя встает человек, прям вот так встает на тебя и начинает снимать видос, чуваки, видос, три остановки, он так вот здесь и снимает. Это нормально? Нет. Это долбанец. Можешь ли ты на него орать? Нет. Потому что он ждет, что сейчас на видос ты скажешь, а как ты достал меня? И вот именно это и войдет-то в тот самый видос, понимаете? Ему не нужен нормальный ты, ему нужно, когда у тебя бомбануло. Можешь ли ты себе позволить адекватно на него среагировать, потому что в данном случае разбить ему рыло будет адекватно? Нет. Ты же добрый. Ты же красавчик. Потому что человек, он со своей придурью. И эту придурь ты все-таки должен уважать. Ведь ты тоже любишь немножечко, да, как блогер, дать там фричья, не знаю, обоссать кого-нибудь там на видосе, как обычно, и сжечь там, и назвать всех нехорошими словами. Приходится ютиться вот в этом вот своем мерке. С одной стороны, описанные тезисы выглядят как будто я жалуюсь. С другой стороны, смотрите, я вам описываю, по сути, идеальный мир. То есть блогер, если хочет, или публичная личность. Давайте, что мы все блогеры, блогеры, любая публичная личность, если хочет остаться с хорошим имиджем, с хорошей репутацией, она, по сути, просто должна соблюдать закон, просто соблюдать нормы морали и вести себя прилично, не так ли? Казалось бы, это все прописано во всех нам известных книжках, по которым мы все живем, и благодаря которым наш еще мир до сих пор не скатился в хаос. Однако, это так непривычно, если ты живешь в России. А как же послать соседа нахер? А как же кому-нибудь наступить в трамвае на ногу? А как же все вот эти вот приятные вот вылюбоны? Получается, все это тебе больше недоступно. И ты должен быть нормальным человеком. Нет, конечно, каждый из вас считает себя нормальным человеком, но в душе он все равно периодически там, опять же, моет машину на берегу озера. Он кидает фантики ему бумажки, он говорит, что да ему насрать, он думает, ну здесь немножечко аккуратненько развернусь через сплошняк. Вы представляете, как у меня сильно в башке сидит вот эта тема, что страшно разворачиваться через сплошняк. И что самое мерзотное в этой ситуации, что страшно мне не потому, что мне выпишу штраф полторы тысячи рублей. Ладно, заработаю, ничего. Страшно потому, что это снимут, запостят, что ящер беспределит, какой-нибудь канал хрилайф78.ру запостит это у себя и будет сутки говорить о том, что очкастый баклажан кладет болт вообще на все нормы морали. Мне это конкретно не надо. То есть практически нарушая любую норму морали и этики, я становлюсь причиной того, что у вас в подъезде нассона. Теоретически, и что самое печальное, да. Потому что все-таки меня смотрит большое количество людей и очень неприятно, если своим дурным примером я показываю вам сам факт возможности того, что можно обоссать чей-то подъезд. Благо я этим не занимаюсь, но, к примеру, если я просто езжу непристегнутый, это уже крайний негатив. Нельзя ездить непристегнутым ни по законам, ни по морали, ни по этике. Пофиг, что я все время езжу непристегнутый, но когда включается камера, чик, понимаете? Возможно, какие-то дикие вещи, для кого-то говорю, но, в принципе, если все мы будем вести себя как публичные личности, то есть ко всем относиться заранее уважительно, со всеми разговаривать в хорошем тоне, понимаете, если я с каким-то разговариваю вежливо, это не значит, что я буду повиноваться его любому приказу, это значит просто то, что я к нему уважительно отношусь. А буду или нет я под него в конечном итоге строиться, это уже совершенно разговор другой, третий, десятый. В общем, что я вам всем рекомендую? Для вас многое из этого, что я сегодня сказал, возможно, было непонятно, потому что вы хотите вести себя так, как вы вели себя раньше, но это на самом деле было плохо. Все мы должны как можно ближе держаться к закону и самое главное, как можно ближе держаться к правилам поведения в обществе. Именно тогда всем нам друг с другом в итоге будет жить комфортней и меньше станет того самого многими, кстати, любимого быдла. Огромной вам всем удачи и пока.